Этот разговор давно назрел, поэтому контакт, да еще и с актуальным поводом, не стал неожиданностью, считают российские эксперты. При этом в Москве, очевидно, хотят надеяться, что, несмотря на недавний скандал в связи с тем, что Байден согласился назвать Путина убийцей, разговор стоит рассматривать как позитивный сигнал. Это безусловно позитивно, однозначно, потому что даже если это ни к чему не приведет, диалог в принципе между Россией и США – это необходимость, это то, чего не было 4 года, и это единственный выход из сложившегося кризиса. Только так Россия и США могут выйти на какой-то более нормальный уровень отношений, только разговаривая. В Москве не питают иллюзий по поводу возможной нормализации отношений США, но надеются на прагматичный подход новой администрации, о котором ранее говорил госсекретарь США Энтони Блинкин. Он обещал наказывать Москву за враждебные действия, но оставаться открытым для работы в тех областях, где у стран есть общие интересы. Ну, поскольку я лично знаком был с Байденом и даже некоторое время работал параллельно, потому что он был председателем Международного комитета Сената, Я был председателем Международного комитета Госдумы. Я знаю, что он, конечно, весьма прагматичный человек, человек опытный, человек, который знает, что такое политика, и что знает, что такое мера хитрости и мера доверия в политике. Многие обратили внимание на то, что пост главы ЦРУ в новой администрации достался бывшему послу США в России Уильяму Бернсу. Одна из тем, которая будет оставаться крайне проблематичной, это права человека, в частности, ситуация вокруг Алексея Навального. Россия может привести массу аргументов, чтобы не вступать в диалог. Это вопрос прав человека, то есть он всегда был камнем преткновения. То есть, возьмите, тот же Сергей Магницкий у нас был до этого, когда Ходорковский был в тюрьме, этого выпускали. Только если Россия укусит Навального на свободу, то есть условно-досрочное освобождение, состояние здоровья или не знаю, что какое-то там, только в этом случае, мне кажется, может быть диалог. Но Россия на это не готова, потому что уж слишком болезненно у нас реагирует на то, что делал Навальный и то, что делает команда Навального сейчас. Ранее Вашингтон уже расширил санкции из-за отравления оппозиционера. В США также крайне внимательно следят за состоянием Алексея Навального, который сейчас держит голодовку в исправительной колонии. То есть это никаким образом возобновление диалога не отменяет сохранение довольно-таки жесткой риторики со стороны Соединенных Штатов, это как минимум. И жесткой позиции по ключевым для либеральной повестки вопросов, то есть, например, права человека, коррупции, то, о чем изначально Соединенные Штаты заявляли. И Украина тоже здесь, Соединенные Штаты тоже как-то свою позицию обозначили. Площадка, где пройдет возможная встреча двух президентов еще не выбрана. Однако Финляндия уже предложила провести саммит на своей территории. Кстати, именно в Хельсинге в прошлом встречались Владимир Путин и Дональд Трамп.